Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами посмотрим на мессианское учение 21-го псалма. Любому человеку, который читал Новый Завет, начало этого псалма, конечно, известно. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Эти слова говорит Господь наш Иисус Христос на кресте. Если мы будем читать этот псалм, то мы увидим много мест, много отрывков, которые перекликаются с тем, что происходило на Голгофе. Псалмопевец пишет этот псалм. И вот вопрос, как он его пишет? Пишет ли он как описание своих страданий или как описание страданий мессии? Скорее всего, страдания псалмопевца и страдания мессии перекликаются, как страдания праведника. Давайте разберем несколько отрывков и поймем, что же там происходило на Голгофе. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это слова и псалмопевца, и Христа. Что вкладывается в эти слова? Чувство богооставленности. Но разве возможно чувство богооставленности вообще? Мы же понимаем, что Бог присутствует всегда, Он везде. И более того, разве Бог когда-нибудь оставлял Христа? Давайте разберемся. Вот когда Бог нас создал, Он создал человека, ну, можно сказать, с тремя положениями, как в тумблере. Три положения. Первое положение – это когда человек чувствует присутствие Бога, когда вот он чувствует, как будто Бог рядом стоит. Вот как будто «протяни руку, и ты коснешься самого Бога». Ну, наверное, каждый из нас испытывал это чувство близости Бога. И, наверное, это было самое радостное чувство. Вот как описать рай? Есть много разных способов. Но вот вспомните это чувство близости Бога, вот этого ощущения, что Бог рядом. Увеличьте его, и это будет рай. Есть второе положение, противоположное, когда мы чувствуем отсутствие Бога. Вот Бог исчез. Нет его. Это страшное чувство, и, возможно, вы, может, тоже испытывали это чувство. Это страшное чувство. И вот попробуйте увеличить его во много-много раз, и вы узнаете, что такое ад. Чаще всего человек находится в таком нейтральном ощущении. То есть, он понимает, что Бог есть, но вот такого сильного ощущения, что вот он рядом, ну, все-таки нет. Это Бог сделал специально. Почему? Потому что вот в таком нейтральном положении мы сами выбираем исполнять волю Божию, ощущать Бога в своей жизни или отвергать его волю. Это вот такое положение. Почему Христос говорит о том, что «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это вопрос о том, зачем Христос вообще пришел. Почему Христос родился? Почему он рос, болел, страдал, испытывал голод и жаждал? Потому что Христос проходит все этапы человеческой жизни. Мы все рождаемся, и Христос рождается. Мы все растем, и Христос рос. Мы все страдаем, и Христос страдал. И вот одно из страданий, которое мы испытываем, это страдание богооставленности. И Христос проходит через это страдание. Для нас это очень важно. Вот когда мы предстанем на суде Божьем, то нас будет судить тот, кто испытал страдания. Он знает, что такое страдание, что такое переживание, что такое богооставленность. Поэтому тот, кто пережил это, он будет понимать нас. И поэтому мы можем говорить о том, что суд Божий будет очень милостивый, потому что Христос пережил то, что пережили мы, в том числе и чувство богооставленности. Следующий отрывок находится в 7-8 стихе. Мы не будем весь Псалом разбирать, потому что он весь мессианский, но мы остановимся только на некоторых отрывках. «Я червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня, ругаются на мною, говорят устами, кивают головой. Он уповал на господство, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Как часто люди воспринимают страдания? «Если ты праведник, Бог тебя награждает. Если ты грешник, ты страдаешь». Христос страдал, значит, он грешник. И вот эта фраза, которая там звучит, «Он уповал на господа, пусть избавит его». На самом деле это не молитва, «Ну ты же уповал на господа, Господь тебя избавит, Господь не даст, чтобы праведник страдал». Нет, это сарказм, это насмешки над Христом. «Если ты бы уповал на господа, Господь бы тебя спас бы. Но раз ты страдаешь, значит, ты грешник». Мы знаем, почему Христос страдал, и он не был грешником. Но для того, чтобы спасти нас, чтобы избавить нас от страданий, он идет на смерть. Следующий отрывок. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчичий, добычичий и рыкающий». Давайте здесь разберем. Вот это тельцы васанские, значит, или тучные васанские. Васан – это территория, которая отличалась хорошими пастбищами. И вот там держали коров. В других местах были проблемы с питанием для коров, и в основном держали овец и коз. Но вот там держали коров, и эти коровы были очень тучные. Через какое-то время вот эти коровы, бычки, которые жили в васане, стали образом для людей гордых и таких чванливых, все из себя. И вот Христа окружают гордецы, те, которые гордятся своей праведностью. Но телец – это травоядное животное, а эти люди подобны льву, которые стремятся убить. Хорошо, идемте дальше. Следующий отрывок, 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопища злых обступили меня, пронзили руки мои и ноги мои». Понятно, что Христа не окружали ни бычки, ни львы, и тем более не окружали Христа собаки. В данном случае псы – это образ определенных людей. В Священном Писании есть два образа, такие очень-очень отрицательные. Это образ собак и образ свиней. Экзегеты по-разному понимают, кто имеется в виду под собаками и кто имеется в виду под свиньями. Но достаточно часто объясняют так. Свиньи – это иудеи, которые отказались от истинной веры, а псы – это язычники. Обратите внимание, что какое самое нечистое животное? Это свиньи, то есть иудеи, которые отказались от истинной веры. И вот если псы – это язычники, то так действительно и происходило. Возле креста стояли языческие солдаты. Дальше говорится о том, что пронзили руки мои и ноги мои. Здесь есть одна очень интересная особенность. Вот это чтение, пронзили руки и ноги мои, это чтение, которое идет из септуагинты и, соответственно, перешло в христианскую экзегезу. И здесь очень все понятно. Здесь, конечно, говорится о том, что руки и ноги Христа пробили гвоздями. Но если обратиться к еврейскому тексту, то там немножко другое чтение. Там говорится о том, что псы окружили меня, скопище злых обступило меня, и однако руки и ноги мои, как лев, как лев, руки и ноги мои. Там нету пронзили. И такое чтение можно понять мессиански. Потому что, несмотря на то, что Христос страдает, Он все-таки победитель, потому что Он победил смерть. Но в христианской традиции в основном принимается именно такое чтение, как пронзили руки и ноги мои. Следующий, восемнадцатый стих. Можно было бы перечислить кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Чтобы посчитать кости, человек должен быть обнаженным. В Ветхом Завете не обнажали, даже преступников не обнажали. Вот раздеть человека – это нанести ему оскорбление. То есть Христос, когда висел на кресте, он висел почти раздетым. Обычно римляне распинали рабов голыми, но иудеи выбили право, чтобы человека не распинали голым. Хотя бы хоть какое-то прикрытие было. То есть когда мы из Христа изображаем с набедренной повязкой на кресте, это действительно так оно и было. Но в любом случае Христос раздетый. А не раздевались люди. Люди не раздевались. Христа раздели. То есть это не просто его раздели. С точки зрения Библии, это унижение, это оскорбление. И вот Христос висит на кресте почти раздетым. Он терпит унижение. Девятнадцатый стих. «Дели тризы мои между собой, и об одежде моей бросают жеребий». И мы об этом тоже знаем. Когда Христа распинали, его одежду, часть одежды разделили, часть разыграли в кости, бросили жеребий. Ткань стоила дорого, и поэтому даже маленькая тряпка что-то стоила. Вот одежда распинаемого передавалась тем, кто его распинал. Христос, скорее всего, ходил в хитоне, это длинная одежда, с рукавами, и у него был плащ, кусок ткани, в которой он укрывался, когда спал, либо когда было холодно, кутался в него. Вот этот плащ разрезали, а хитон, который был очень качественный, его разыграли в кости, как здесь написано. То есть, все, что говорит псалмопевец о своих страданиях, потому что он тоже страдал, исполнилось и в страданиях Иисуса Христа. Мы, конечно, не знаем, когда такие страдания были у псалмопевца, но во Христе они исполнились на Голгофе. Мы с вами разобрали несколько отрывков из 21-го псалма. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на портале exeget.ru. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!